Привет, дорогие друзья! Вы уже, наверное, неоднократно сталкивались с необходимостью силиконовых форм. И по-любому вы работаете, либо с шоколадом, либо с мастикой, либо с карамелью, и эти силиконовые формы просто необходимы, потому что вылепить вот такие вот малюсенькие завиточки какие-то, это просто нереально, либо это очень сложно сделать вручную, ну или занимает очень много времени. Бывает, что их нужно очень много. Я пришла к тому, что иногда можно сделать силиконовую форму самому. И я буду делать силиконовые формы для вот таких вот фигурок на египетский тортик. Делать я их буду просто из магнитиков на холодильник. Также хочу показать, как сделать шар. Ну, в общем, дальше в видео я покажу вам несколько вариантов, которыми пользуюсь лично я. У меня целая гора разных силиконовых ковриков. Они есть и твердые, есть и такие помягче, есть и вообще мягусенькие. Есть текстурные, есть алфавиты, есть для различных кружев. Для сферы различной, для шоколада, для пирожных. В общем, целая гора, но вы их никогда не напасетесь. Каждый раз нужны какие-то другие или такие, которые нужны именно вот только сейчас. Я для приготовления силиконовых форм выбрала вот такой вот силикон Tool Decor. Выбрала полужесткий и мягкий. С мягким, мне кажется, удобнее будет работать шоколадом. Это двухкомпонентный силикон. Для него идет отдельно затвердитель, который нужно будет смешивать. Я дальше покажу, как именно мы будем это делать. Почему выбрала именно этот силикон? Потому что только у него я нашла, что они предоставляют пищевой сертификат. В этом сертификате полностью все прописано, указано, что использовалось. В общем, какие допуски. То есть, меня это подкупило, что именно здесь можно использовать для пищевой продукции. И не бояться, что это как-то вредно. Затвердевает он при комнатной температуре. То есть, никакого вакуума, ничего не нужно. И в принципе, этот силикон можно использовать и для выпечки, так как его можно подогревать до 250 градусов. Теперь покажу самые простые варианты, как можно сделать силиконовую форму. Можно попробовать сделать так, как я, в опалубке. Вы видите, я обычную вырубку для печенья обхожу вокруг пластилина. Просто сперла у ребенка кусочек пластилина. И прикрепляю опалубку к обычной пластиковой крышке. Самый простой вариант, когда у вас плоское основание. У меня это будут монетки, очень необходимые при украшении тортиков. И к этому плоскому основанию прикрепляю двухсторонний скотч. Конечно же, сдираю вторую сторону. И ставлю в опалубку монетки. По-любому должен быть отступ и между монетками, и от края, чтобы силиконовая форма была у вас цельная. Пластилином нужно обойти хорошо, чтобы силикон у нас потом никак не выбежал. Еще хочу попробовать сделать просто на мастике. Если, допустим, у вас нет пластилина, можно использовать мастику, либо шоколад, шоколадную глазурь. У меня это магнит, соответственно, оторвать я его не могу, не повредив его. И для этого мне нужно этот магнит утопить во что-либо. Я решила использовать кусочек небольшой мастики. Смазываю водичкой немножечко саму мою фигурку и утапливаю. Вы видите, в этот раз я использую обычную пластиковую тарелочку одноразовую. Удобно было бы здесь, допустим, залить небольшой слой шоколада миллиметров 3. И точно так же утопить эту формочку и утопить опалубку. Опалубку здесь я использую только чисто для экономии силикона. Чтобы не наливать пол тарелки, соответственно, решила использовать вот такую вот опалубку. Она мне тоже как раз подходит по размеру. Я ее утопила в мастике. Но я же говорю, удобнее было бы даже с шоколадом или с глазурью. Еще у меня вот такая вот прищепка египетская. С ней, конечно, пришлось повозиться. Ее тоже отодрать оттуда неудобно. Поэтому я взяла кусочек картона, который сверху покрыт глянцем и не будет впитывать в себя влагу. Вырезала в нем отверстие, чтобы продеть вот этот сам прищепку магнит. И, конечно же, здесь нужно аккуратненько все это подрезать, заделать вот этот вот шовчик. Его я заделала скотчем, а саму фигурку приклеила тоже по контуру двухсторонним скотчем. Можно тоже ее как-то по низу обойти шоколадом. И потом прицепила опалубку и обошла пластилином. Либо что-то можно вставить в какую-то бутылку. Вот такой еще вариант получился у меня. Дальше хочу еще показать очень интересные варианты. Можно опалубку сделать просто из бутылки. Нужного вам диаметра. У меня это маленькая бутылочка, мне нужен шар. Мне уже надоело использовать вот такие вот формы и шары сверху шоколадные еще скреплять постоянно. Это порядком выбешивает, потому что каждый раз нужно эти половинки еще отдельно склеивать. У меня есть разные шарики, но мне по диаметру нужен был вот такой вот шарик покрупнее. Он у меня где-то 4,5 сантиметра в диаметре. Он у меня из обычной новогодней игрушки. У меня есть вот такой вот, но на нем шовчик посильнее видно. И на этом шовчик менее видно, поэтому буду использовать именно вот этот. Так как в нем внизу есть такой отросточек, как у елочной игрушки, тоже мне нужно его как-то будет по-умному утопить. Сейчас что-то придумаем. А еще у меня вот такие вот цветочки есть. Это с обычных заколок. Тоже их прекрасно приклеила на двухсторонний скотч к обычному фалику просто на досочке и обошла пластилином вокруг эту же опалубку. А для елочной игрушки я взяла побольше вот так вот пластилина, чтобы утопить поглубже можно было. И оставить такое отверстие пошире, чтобы заливать шоколад удобно было. И в большое количество пластилина, собственно, приклеиваю шарик так, чтобы он стоял ровненько. Если вы будете использовать какую-то формочку, и у вас это не елочная игрушка, а просто какой-то детский шарик, неважно. Его замечательно приклеить просто на какой-нибудь суперклей и точно так же залить его. Это будет намного идеальнее, у вас будет даже более идеальная форма, чем у меня. А я взяла сверху, поставила бутылку, утопила ее немножко в пластилин и еще раз пластилином обошла вокруг, чтобы силикон не разливался, не дай бог, в разные стороны. Буду использовать я разный силикон и полужесткий и мягкий. А суть технологии у него такая. Мы смешиваем в пропорции 1 к 10 силикон и отвердитель. Силикон не имеет никакого запаха, абсолютно я не почувствовала. Он такой на выходе полупрозрачный получается. Обязательно мы пользуемся весами. И затем нам нужно хорошенечко перемешать. Время работы с силиконом где-то около получаса. За это время вы должны полностью все залить и оставить силикон в покое для затвердевания. Все хорошенечко перемешала и отстучали немножечко как шоколад от лишних пузырьков. Заливаю наши формочки. Пошли у меня первые монетки. Для монеток я использовала полужесткий силикон для того, чтобы потверже была моя формочка. Обязательно постучать для того, чтобы вышли лишние пузырьки. И точно так же заливаю цветочки. Это могут быть вообще абсолютно любые. Вы можете бусы залить. Вы можете по-любому используйте на тортиках маленькие какие-то шоколадки. Вы можете купить эту шоколадку, залить и сделать формочку этой шоколадки. И потом, когда вам нужно, сделать несколько этих шоколадок на торт и не покупать там целыми упаковками. В общем, это очень просто. Силикон затем нужно оставить при комнатной температуре на 6 часов. Мне обычно проще всего оставить на ночь и затем утром уже все поснимать. Посмотрите, он прекрасно отделяется и от пластиковой опалубки, и от монеток. Получается он очень таким мягким. Также достаю и свою фигурку. С мастики она, конечно, отходит похуже. Мне кажется, с шоколадом было бы проще работать. Она немножечко приклеилась. Но это абсолютно не страшно, так как это мастика. Я просто силикон затем бросила в горячую воду. И мастика сама растаяла по себе. То есть это вообще была не проблема, по факту. Снимаю лишние куски, которые мне не нужны. И вот здесь вот остаются небольшие, там где у меня позатекало все равно под формочку. Я обрезаю просто ножничками, где мне что-то лишнее забежало куда-то. Формочка получилась очень текстурная и очень красивая. Дальше я покажу, как в нее уже залила шоколад и что из этого получилось. Сейчас покажу, какой получился у меня шарик. Просто подрезала слегка опалубку из бутылки и по кругу снимаю всю эту опалубку. Снимаю пластилин. Единственное условие, чтобы никакая ваша опалубка, либо фигурка не содержала серу. Ну, собственно, пластики обычно редко содержат серу. Ну, в общем, это единственное, что не стоит соприкасать при затвердевании, как бы, с данными формами. Работать с ними можно и с эпоксидной смолой, и с различными заливками. Это может быть и карамель, это может быть и мастика, и шоколад. В общем, вы видите, я именно форму для шара разрезаю не до конца. Можно было, если шар у вас довольно большой, разрезать на 4 части. Но у меня небольшой, и чтобы меньше было разных стыков, я разрезаю всего на 2 части, и затем выбрасываю просто шарик. Если нужно, сделайте прорези побольше, чтобы потом удобно было доставать шоколадный, допустим, шарик. Вы можете залить яблоко, и потом у вас будет форма яблока. Туда, допустим, напихать мягкое пирожное картошку, и затем облить это пирожное глазурью. И у вас получится в форме яблоко пирожное. Это очень красиво. У меня есть такие груши. Вот точно в этот шар я заливаю несколько чайных ложек шоколада. Проще именно для шаров использовать глазурь, она быстрее схватится. Можно использовать резинку, можно не использовать, просто придержать руками. Отверстие я закрыла пленкой, и затем несколько физических упражнений, чтобы шоколад внутри распределился по шару. Ставлю в морозилку на 10 минут. После 10 минут в морозилке у меня выходит замечательный, уже скрепленный полностью шарик. Опять сюда точно так же заливаю пару ложек шоколада. Потрусила на 10 минут в морозилку, и новый у меня шарик. Ничего скреплять не нужно, вообще никаких проблем. Конечно, можно заливать и какой-то цветной шоколад. Почему люблю работать именно с шоколадом? Потому что мне именно для египетского тортика нужны золотые были запчасти. И именно шоколад можно покрасить так, что он будет прекрасно блестеть. Я покрыла просто эти запчасти кандурином, которые мне нужны были. Что монетки, что мой фараон, что вот такая вот красивая дама у меня. Получились просто замечательного цвета. В общем, обязательно попробуйте. Это очень просто. Я уверена, что у вас получится приготовить различные силиконовые формы. Обязательно пришлите мне в инстаграм то, что у вас получилось. Я буду очень ждать. А с вами, как всегда, был Кекс. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно спрашивайте в комментариях. Я всем все подскажу. Пока!